МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Управленная динамика за три квартала года часть района в Перми показала рост стоимости аренды жилья, а другая, напротив, спад в цене. Новости при Каме в эфире РБК, в студии Рустамбагизм. Здравствуйте. Эрмский край оказался на втором месте в стране по количеству граждан, привлеченных к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Только в этом году число таких людей оказалось около полутора тысяч человек. Статистику сегодня озвучили в региональном управлении службы судебных приставов. Самый большой показатель в Кемеровской области, как отметили ведомства, в прошлом году в Прикаме таких лиц было четыре с половиной тысячи. Об применении административных мер Пермский край оказался также в лидерах на третьем месте в России. В целом за два года по исполнению всех судебных документов эффективность выросла на четверть. Теперь она составляет 32%. Как пояснили ведомства, основные изменения связаны с вступлением в силу новых федеральных законов в 2016-м, в том числе ограничения управления автотранспортом и реализации приставами работы аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». Совместно с ГИБДД с его помощью было взыскано долгов более чем на миллион рублей. Проведенные рейды, четыре или пять рейдов мы провели, мы наложили арест на 63 автомобиля должников, причем 15 из них мы изъяли с помещением на стоянку. То есть должники с места совершения исполнительных действий ушли пешком. Также в ведомстве отметили, что с 1 января этого года приставы взяли на себя работу с государственным реестром юридических лиц по контролю и взысканию долгов. Сейчас в разработке по исполнению находятся семь юрлиц. Это показатель также один из самых высоких в стране после городов федерального значения. Как пояснили учреждения, связано это с тем, что на эту работу в отделении выделен целый отдел из десяти специалистов. По итогам восьми месяцев этого года объем выданных займов по кредитным картам в Прикамье вырос более чем на 700 миллионов рублей. Это следует из аналитики Национального бюро кредитных историй. Согласно опубликованным данным, Пермский край занял 24 место в рейтинге регионов страны. Пророст по сравнению с прошлым годом составил почти треть, достигнув отметки почти в 3,5 миллиарда рублей. Лидером по объему выданных кредитов стала Челябинская область. Пророст за год составил более 62%. Соседняя Свердловская заняла девятую строчку. Замыкает рейтинг Амурская область. По сравнению с прошлым годом показатель в регионе снизился более чем на 250 миллионов рублей. По словам экспертов, в 2017 зафиксировано серьезное увеличение количества выданных необеспеченных розничных кредитов, в том числе и новых долговых карт. По их мнению, такой рост кредитования связан прежде всего с относительно высокой рентабельностью розничного кредитования в сравнении с многими другими направлениями банковского бизнеса. Поэтому, несмотря на имеющиеся риски, банки находят возможности для наращивания выдачи розничных кредитов, включая и самый быстро растущий сегмент. Это кредитные карты. Средняя стоимость аренды квартиры в Перми увеличилась с начала года более чем на 3% и составила более 15,5 тысяч рублей. Статистику фиксирует аналитический центр «Медиана». Самым дорогим районом для аренды, по данным, на начало октября традиционно стал Ленинский показатель на уровне 23 тысяч рублей в месяц. При этом район показал самую высокую динамику падения – более 11,5% за 9 месяцев. В цене также упала аренда квартиры в Индустриальном, Кировском и Свердловском районах. Но самый дешевый – Родженикидзовский – почти 10 тысяч рублей в месяц. Он при этом показывает самый большой рост с начала года – более 5,5%. Положительная динамика также зафиксирована в Дзержинском и Мотоверихинском районах города. Доллары сегодня в ходе торгов на московской бирже потерял 21 копейку. Средневзвешенный курс понизился до отметки 57,87. Рубли по оценке аналитиков следуют за котировками нефти, которые продолжают торговаться выше уровня в 60 долларов. Трубеж был пройден еще в пятницу на фоне ожидания пролонгации соглашения ОПЕК+. До конца следующего года, прежде всего, уверенности игрокам рынка добавляет готовность Саудовской Аравии. На этой неделе национальная валюта может оказаться под давлением из-за публикации ключевой статистики по рынку труда в США. Прогнозируется, что результаты немного поддержат доллар, говорят аналитики. Ну а пока лучшее предложение по покупке доллара к тому часу в Перми в БКС банке – 57,70. По продаже в банке Финам – 57,98. Лучшее предложение по покупке евро в банке «Зенит» – 67,20. По продаже в банке «Небо» – 67,37 руб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова